всем привет с вами игра но вот посмотрю и игра и все есть без всякого напряжения ведущие рекомендации плантинный режим справляться с механики не связанность расстаться и убежит зубные ритмы сложно но не слышь самый легкий режим механики не относишься к расстаться и не сложный велик или просто удерживая но у меня сюжет интересует да не пропустите сегодня а 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 То, что справа, это экран вещания. Он показывает, что видят зрители дома. Он на пару секунд отстает от главного экрана, который посередине. За него отвечаешь ты. А слева находятся четыре небольших экрана. Они показывают планы из студии. И ты можешь переключаться между ними с помощью кнопок с цифрами на микшере. Не волнуйся, дружище, я все объясню, и ты живо освоишься. А сейчас посмотри налево. Эти переключатели отвечают за все в студии. Я оставил все, как было. Так что все должно работать. Нужно только главный переключатель дернуть, и мы в шоколаде. Как только дашь питание, вернись к экранам. Как видишь, на экране вещания идут финальные титры шоу. Они, по счастью, тянутся целую вечность, так что у нас куча времени, чтобы... Так, они закончились, значит сейчас начнется эфир. Давай, живее, загляни под стол. Так, видишь, слева лежат кассеты с рекламными роликами. Возьми три любые и вставь в слоты справа. Когда закончишь, вернись к экранам. Мы покажем новую серию документального фильма «Мир сегодня». Этот эпизод об истории Гольфа и об их важности при отключении электричества в 1871 году. В 21.00 расслабьтесь за просмотром потрясающего... Как получишь сигнал, выбери первый экран на пульте, и все будет готово. Креветочный салат. Ты же знаешь, у меня от креветок сыпь. Думала, хоть так рейтинг поднимем. Каждый день. Ты суешь мне креветки каждый день. Внимание, 10 секунд. Я так заблочу. Пытаюсь меня убить. И все не выходит. И пять, четыре. Добрый вечер. С вами Джереми Дональдс. Главные темы дня. Ладно, все отлично. Теперь надо включить заставку на втором экране. Наверху будет отсчет, но я тоже буду считать. Расслабься, дружище. Все ништяк. Включи независимую компанию Энди. Рынок флардов под угрозой. Славный малый. Поклонники повсеместно ликуют. Футболист Джонни Кэнс получил титул «Спортсмен года». И подсластим пилюль. Меган и ее гости на звезда Лоуре Скландерклэйс обсудят его фильм. Так, я чуть-чуть должен Таню проиграть. А вот-вот-вот-вот-вот. 8-7. Так, вторая кнопка на счет. 3, 2, 1. Отлично. Затем переключайся на Джереми кнопкой 1. Как только этот глупус посередине уменьшится, и исчезнет. Так, готовься включить первый экран. Давай. Отлично. По итогам выборов побеждает партия «Прогресс». Ошеломительный результат. 81% голосов избирателей на выбор до сих пор не набирала ни одна партия. Своими смелыми заявлениями о переменах «Прогресс» привлек избирателей всей страны. Однако крики обвиняют партию в отсутствии реальной программы и слишком туманных обещаний. Все партии оппозиции признали свое поражение, но пока не делали никаких публичных заявлений. Однако, бывший глава МВБ... Все идет как по маслу. Осталось включить рекламу в конце блока. Постарайся не включать слишком рано, а то нас уволят. Часы наверху показывают, сколько осталось времени. Когда увидишь ноль, нажимай одну из трех кнопок рекламы внизу справа. Я обычно сначала врубаю первую, ну и так далее. Но вообще можно включить любую. Я буду считать слух. Ну и ты на часы поглядывай. И три, две, одна, нажимай. Энн, Шерми, тебе надо будет поболтать после рекламы. Что? Зачем? Да у вас значит опаздывай. А может спросить у него про выборы? Я бы не стал, а то он запутается в сложных словах. Мы же так же делаем с тобой. Я думала, это наш секрет. Типа пока пауза, они там что-то болтают. Типа пока пауза. Типа пока пауза. Пополняйте коллекцию снова и снова. Класс. Вот и первая рекламная пауза. У тебя отлично получается. Ну а сейчас будет чуть сложнее. Сейчас будет блок, в котором гостей будут снимать несколько камер. Так что нужно будет менять планы. Можешь делать так, как тебе нравится, но есть три золотых правила. Первое. Старайся показывать того, кто говорит. Второе. Второе. Не оставляй один и тот же план дольше, чем на 10 секунд. Если ты показываешь говорящего, переключись на чью-нибудь реакцию крупным планом. Таким образом, все будет выглядеть интереснее. И третье. Старайся не задерживаться на крупных планах. Нескольких секунд достаточно. Зрители же хотят видеть того, кто говорит, понимаешь? Следуй этим правилам и все будет отлично. Это не так сложно, как кажется. Ты же иногда смотришь передачи по телеку, да? Вот и делай, как в них. Можешь выбрать первый экран. Не обязательно ждать начала эфира. Лучше нажать заранее. Тишина в студии. Спасибо вам, что... Так, 10 секунд. И пять, четыре, три. И снова с вами вечерние новости. Позже мы свяжемся с победителями выборов прогресса. Готовься к плану с Меган. Четвертый экран. Пообщается в студии со звездой театра и кино. Меган? Спасибо, Джереми. Меган Уолт, вестник культуры. И у нас в гостях актер, снявшийся везде от Шекспира. Включай на Бландер Клетча. Третий экран. Когда его назовут? Несравненный Лоуренс Бландер Клетч. Спасибо, что пришли. Моя дорогая, мало что могло порадовать меня так, как появление здесь сегодня. Давай на второй. Общий план. А мы пыльщены, что вы согласились прийти. Пусть в кадре будет тот, кто говорит. Давно перечисленки вашего нового фильма. На таблетках. На таблетках, да. Ну и как это было? Как я сказал Питеру? Контрасъемок. Питер Джен, режиссер. Покажи реакцию, Меган. Чудесный человек. Отлично. Обратно к Долбоснэчу. Мы были над несколькими фильмами, крайне успешными. И я сказал Питеру, какое безумное приключение. И знаете, что на этом? Так и было. Вау, просто фантастика. И можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете, связан с наукой? Абсолютно так, ученый. И сложно ли было вжиться в роль? На что он векает? Ха, вообще-то да, выбрал. Этот персонаж полная противоположность моей предыдущей роли. Это был стержант Брок Рокман в Человеке-пуле. Фильм был основан на реальной истории. О солдате, который был готов на все ради любви. Любви к свободе. Кажется, сборы уже превысили миллиард долларов. Ну точно. Этот фильм принес вам две награды за лучшую роль, если мне не изменяет память. А, спасибо, что отметили это, но я снимаюсь не ради наград. Хотя, все три статуэтки занимают почетное место на моем кабинете. Как и остальные, не сомневаюсь. Что ж, если вы в кино не ради наград, то тогда ради чего? О, это прекрасный вопрос, Майка, и не самый простой. Ой, 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 ой. Как и вы. Вот, трюк, ой, 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 ой. Порежьте меня, и пойдет кровь, и будет больно. Будет ли больно, да? Да, больно. Да, ведь? Ра. Долговато с этим планом. Джерк. Традания ради зрителей. В конце концов, я занимаюсь этим ради человека. Ради человека, что вдохновляется. Маленького человека. Но особенно ради того, чтобы внести свой вклад и сделать мир лучше. Что ж, думаю... Фокус на говорящего. Этого дня нас и вправду ждут в будущем серьезные перемены. А что вы думаете о результатах этих выборов? Что ж... Вот это другое дело. Исторический момент. Исторический. Иначе... Так... Сложно сказать сразу. Сложно. Что... Помни, оправили десяти секунд. Кто занимается политикой, кто занимается... Должны ставить себе цель... Ну... Не проебать все. Вот говно, он выругался. Не волнуйся, он больше не будет. Что опять? Без паники. Я позже объясню, как работать с ругательствами. Который выйдет в прокат на следующий... Так, на первом экране уже не Джереми, а эпизод из фильма. Его нужно будет запустить, как закончится отсчет. Но по Меган будет понятно, когда начинать. Твой персонаж, доктор Лэнд Хэмлок, должен принять решение, от которого зависит желание всего человечества. Волнующе. Давайте посмотрим. Ого, похоже, Блондрик Лэч бесятся в студии. Жалко, нельзя послушать, что он сейчас несет. Но не волнуйся, после эфира пойдем в комнату для от снятого материала. Я не понимаю... Ты посыпай! Вы не виноваты. Я и сам знаю это! Я и сам знаю это! Нет, Лэнс, нам не что! Я же говорила... Ты классно получилось. Вот поэтому ты одинока. Любимая, все это... Все ради тебя. Доктор Хэмлок. Вы хотели изменить мир, помнишь? Надо было послушать тебя. И типа-то тебе в виду попаду. Я тонула, скричала ты. А теперь слишком поздно! Что это? Что это? Вирус? Стерильность? Это формула. Это формула, это ключ. Мы можем это остановить. Да, да, мы сможем остановить все это. Да. Мы сможем остановить все это. Нужно только спросить тебя. Я смотрю. В конце отрывка нужно будет включить еще одну рекламу. Не забудь поглядывать на таймер сверху. Так, давай объясню, как заглушать всякие плохие слова. Смотри, экран, передающий вещание, вот этот, на две секунды отстает от главного экрана, вот этого. Когда кто-то скажет что-то не то, зажжется кнопка цензуры, вот так. А две секунды спустя ты услышишь это слово в эфире, и нужно будет зажать эту долбаную кнопку, ну или пробел, пока это слово кто-то говорит. Да, знаю, слушать две дорожки нелегко, но если наловчиться, то все получится. Не волнуйся. А если не понимаешь, когда нужно заглушать, над кнопкой будет видно звуковую дорожку. Все, что нужно, это зажать кнопку, пока под красной линией красный сегмент. Но помни, если будешь следить за ней, отвлечешься от экранов. Поэтому профессионалы делают все на слух. Можно немного повысить громкость экрана вещания, главное, чтобы он не заглушал основной. Попробуй. Чем выше бегунок, тем громче будет реклама. Отлично. К цензуре все готово. Как я и сказал, нужно немного практики, и с моей помощью у тебя все получится. Помни, когда кнопка загорится, считай один, два и зажимай. У нас их много. Ответьте безумие. Есть безумие. Безумный Нил. Ценялся. Включи первый экран заранее, если сигнал уже идет. Лучше не ждать начала вещания, а то будет поздно. Экраны можно менять с помощью клавиш. От первой до четвертой. Серьезно? Бывалый? Пять. Четыре. Три. И снова здравствуйте. Мы начинаем прямой эфир из штаб-квартиры Прогресса, где лидеры партии Питер Клемент и Джулия Солсбери Готовы выступить с первой речью? Готовы выступить с первой речью? Включи вещание вне студии. Вот говно, он бухой. Готовно запикивать. Что ж, спасибо, что пришли, и с чего же начать? Ну, идея. Никто не верил в нашу змею? Абсолютно никто. Они пустили в ход против нас все свои вонючие, мудацкие, лживые уловки, но вас, в общем, не обманешь таким говнем. А простите за грубое выражение. Извините, после двух победных пин я стал жестче бабки. Сурителям уже скучно. Хорошо сказано. В яблочко. Но кто будет винить Питера за то, что он праздник? Во время предвыборной гонки мы говорили, что прогресс не политическая партия. Нет. Партии нужны тогда, когда все хорошо. Когда в стране все плохо, нужна не партия. Нужна команда. Команда, которая изменит все. И сегодня первый день нового будущего. Светлого. Справедливого. Так что праздновать нужно всем. За исключением богачей. Как говорится, эксклюзивно, но очень точно. Прежде чем выступить перед вами, мы использовали полномочия и приняли закон о капитале и собственном. Работая с налоговой, мы подготовили список всех граждан, чье состояние составляет миллион. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, молодец, поселка. Уже завтра мы представим обширную реформу системы налогообложения. Больше не будет никаких офшоров, фондов и различной черной бухгалтерии. Только простые и понятные законы, без всяких лазей. Так что мама приедет с Нобом из частных школ. Никуда не в детстве. И с этого дня ваши загранники недействительны. Хотите их назад? Хотите свалить, как замужили, доголосовать? Да давайте! Но сначала вы заплатите. Долговато с этим планом. Прогресс сделает из страны полной враждующих людей одну команду. Выделит средства банки. Выделит средства банки. Но вы увидите, когда мы получим наше, что это полнейший пиздёж. Вот вам чванливый мудник. Те, кто платил вам гроши за обслуживание в их частных клубах. И чьих детей воспитывали вы. То время, как они заколачивали хуйлу в тучу бабла. Прогрессу есть, что им сказать. Сегодня этому конец. Мы заберем все ваши спорткары, особняки и виноградники. Сегодня этому конец. Мы вернем богатства страны туда, где они должны быть. В руки тех, кто их заработал. Сегодня этому конец. Да, сегодня этому конец. А уже завтра жизнь в стране станет справедливой, как мы вам и обещали. Ну а пока, дамы и господа, можно и наиболее. Хм, ну тут не поспоришь, а? Благодарим за внимание. Пошли. Что ж, содержательное обращение от лидеров прогресса. Приносим свои извинения за непристойность. Надеюсь, мы заглушили их вовремя. Если нет, кого-то сегодня уволят. Итак, пока страна покупает в новую жизнь... Ничего, угрожает, что ли? Вами были вечерние новости. Мы вернемся завтра и расскажем о первом дне прогресса у власти. Я, Джерри Бедональдсон. Хорошего вам вечера. Вижу, у тебя все получается. Спасибо тебе за помощь, но я уже пошел. Паром отчаливает. Назад меня не жди. Работа отныне твоя. Удачи! Да? У меня что, михорадочный бред? Я сейчас умираю или что? Ага, сразу мечтался. Увидимся завтра. А ты в бар не пойдешь? У меня свидание. Повезло. Не норвись на маньяка. Ну-ну. В конце вещания ты получишь отчет по эфиру. Там несколько страниц. На первой видны детали по каждому блоку и общая оценка. Помни, от оценки зависят бонусы. А от бонусов счастье босса. Захочешь узнать больше? Жми подробнее. Или жми продолжить и идем дальше. Отпаши дальше. Вот это важная страница. Здесь сказано, сколько тебе заплатят и сколько у тебя всего денег. Фигня внизу показывает финансовое состояние наших главных рекламодателей. Фигня внизу. Хотя тебе это вообще пополам. У тебя же акции-то нихуюшеньки нет. Последняя страница о политической обстановке. Как там дела у властей и все такое. А внизу, это важно, указано, что на данный момент о тебе думает первый канал. А точнее, босс. Так, это архив. Здесь можно поглядеть, что ты сделал и как это видели зрители. Есть три секции. Эфиры, снятая и реклама. Давай начнем с эфиров. Жми на них. Вот. Слева находятся все твои эфиры. Нажми на любой, а потом нажми загрузить запись. Затем нажимай на кнопки перемотки внизу, чтобы найти нужное тебе место. Девчонки. Вчонки. С несколько секунд начнется прямой эфир вечерних новостей. Но сначала телепрограмма канала «Первый» на сегодня. В 19.00 вас ждет битва цитат. Команда физиков-ядерщиков сразиться. О! В 20.00 мы покажем Новую серию Документального фильма Нервного – заяшка Документальный фильм Медо-гезда Ну ладно. Не, ну давай надолго. Не, ну давай надолго. И я начну? Не стесняйся! Хорошо. Что ж, спасибо, что пришли и с чего же начать? Ну и день! Да. Платье классное. Оно очень зеленое, да? Березовое. Господи! Серьезно, они вот тут все время, получается, сидели там, запись записывались для игры. Что я пропустил? Знаешь, не умно. Селение командного духа. Ругательство? Понятно. Ой, надо было, надо продолжить. Слово сохранить, что-то сохранить. Добрый вечер. Добрый вечер. И Джереми Дональдс. Главная тема дня. Что с какого-то задания? Нет. Папа, начинай! Проколю. Джереми Дональдс. Самый популярный ведущий новостей в стране. Пока что. День 3. Неожиданное письмо. Вы приходите домой и видите, что пришла почта. Вы не ждете важных письм. Но одно все же привлекает вас внимание. Команда хочет, чтобы дальше вас получше. Вы открываете письмо из любопытства. Это анкета от прогресса. Новая партия власти. Ее цель сбора информации о гражданах. Первая страница уже заполнена. Ваше имя в браке. Сэм Уинстон. Алекс Уинстон. Ваши дети Чайд Свинсона. Из Юди Уинстон. Что ж, вы думаете, вы основные сведения о написании? На основном вопросе нужно ответить самостоятельно. Все необязательно. Вопрос первый. Начав работать на новом месте, вы? Медленно приступим к работе. Вопрос 2. Коллега из другого дела сказал, что забирает домой документы, содержащие конфиденциальную информацию. Один документ, в котором не было ничего важного, потерялся вы. Опять же надо сообщить, чтобы не поставить другого человека. Вопрос 3. Сотрудники целого тела были уволены за низкую эффективность работы. Ваш начальник поставил новые задачи, которые гораздо сложнее предыдущих вы. Вопрос 4. Намечаете ежегодно корпоративные поездки на природу, на которые появлялись у вас и вашей семьи. Вы санкопение ждете дня, когда можно будет отдохнуть с семьей и друзьями. Помоете голову в этот день. Поедите. Если не будет других планов, поедите. Поедите. Начинаете готовиться к конкурсу. Таланты проверены, что в этом году победа будет за вами. Ну, конечно, вот. За вашими плечами долгой успешной карьеры. Вы на пороге пенсии. Ваша речь вы. Перечислить достижения и поделитесь о соревнованиях в годах работы. Вопрос номер 6. В свободное время вы. Любите отдохнуть, отдельно слушаю мылку и собирать модели. Возьмите мутинги, вводите идейные пушки, поддержите их ключи. Играйте в местной спортивной команде. Не, ну, детей надо вводить на пушки. Не надо, не забудьте отдохнуть. Давайте отдохнуть. Идеальный отпуск для вас это. Побыть в окружении природы, вдали от стеса, последневной жизни отправиться, путешествия. Провести заранее спланированный день. Забежать от мира с любимым человеком на райской тропе. Ооо. В первую очередь государство должно обеспечить гражданам свобода. Спасибо за сотрудничество. Прогресса не прошла время. Вместе мы приведем страну с светлым ключом. Подпись. День. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Туги. Семейные дела. Позже поздно. Сами дети пошли спать. Вы мойте любимую чашку. И вспоминайте, что купили в первую общую поездку сэн. На рисунке чашки смешное лицо почти все родственное все еще вызывает у вас лыбку. Стук в окно возвращает вас в реальность. В саду, сжимая руку, тучку яркого неонного зеленого чемодана с крайне беспокойной листой, крис двойняшка сэн. Вы открываете лейк, крис запоется и сидится за кухонный стол. Крис глубоко вздыхает. И извини, что я так поздно, Алис, вормочет ли с ним. Но мне очень нужна помощь. И больше некому обратиться. Смешно. Как пор все безумные нововведения прогресса закона капиталя и собственности. Они решили, что имеют право взобрать у нас деньги, отдать их без денег. Крис собачек. Вы никогда не видели крис в таком волнении. Конечно, у богатейшего 1% денег столько, что не сосчитать, быстро добавляют крис. Но они могут позволить себе заплатить налог. А люди, как я, мы всех потеряем. Это ужасно. Но чем я могу помочь? У тебя дела все дошли лучше, чем у остальных. Наша семья извини. Извини, но мне кажется, что отдать через денег будет. Богачи, партнерским людям не такая уж плохая идея. Да. Подожди, ты не понимаешь. Они забирают все, что хотят. А потом распределяют так, как считают нужным. Ни одного государства не должно быть только власти. Слушай, я здесь не для споров. Мне нужен твой паспорт. Паспорт? Зачем тебе? Они уже начали забирать деньги у меня и половина этой чертовой стороны. Но мне всегда говорили, что мы похожи так, чтобы пресс говорить все быстрее. Мне нужно свалить, пока не поздно. Я уеду, тогда мои деньги будут безопасны. Но ехать нужно сейчас, иначе не заморозить. Это а прошутки мои. Единственная надежда. Тоже же быть другой выход. Шутить дедурно свой паспорт давать. Ты шутишь сейчас, да? А у тебя, Сэм, всегда была моя полная поддержка. Я люблю твои детей, как своих. Мы же семья, или для тебя это пустое слово. Это противозакон. Мы, как честный гражданин, будем толкиваться от честности. Ладно. Как не вы справились? А мне казалось, что семья в беде не бросает. Ты сплотаешься за ручку своего яркого чемодана и уходит в ночь. Возвращаясь в край, снова мочит. Смотрите на игрушку, Сэм. Вот это как раз. А! Взевая, зевая. На этот раз. Сон, игрушки выговорят вас беспокойство. От переживаний, сон и живо. 7, 8, 8, да. Вы мечтали? Мы исполнили в архиве теперь искать перемотки начала и в конец. Взевая, зевая, зевая, зевая. Взевая, зевая, 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 зевая. Где они ввозят впоследствии? Точно. Мне же надо. Алло, да? Эй, вовсе, это Дэйв. Ну и шумно же здесь, боже. Так, слушай, я сейчас выйду. Спасибо, милая. Да, да, давай я с тобой возьму. Спасибо. Давай все, настрой мы начнем уже, а то меня гости ждут. Для начала включим питание. Нужно подключить четыре нижних. Отлично. Затем реклама. Дружище, вставь кассеты. Они внизу, под столом. Подойди к делу с умом. Все решения имеют свои последствия, не так ли? Ну-ка давай. Жюль-де-кре-шен. Да. А это что? Да. Как видишь, нам наконец-то подчинили систему сводки новостей. Видеомикшер уже в режиме сводки, так как с нее начинается выпуск. Все несложно, дружище, гляди. На двух нижних кнопках на пульте появились буквы А и Б. С их помощью можно выбрать изображение А слева, вот тут, или изображение Б справа, тут. Все легко. Таймер покажет, сколько секунд у тебя осталось, чтобы все решить. Сейчас тут стоит автоматическая сводка. Так что, если не успеешь что-то нажать до конца таймера, машина сделает это за тебя. И еще кое-что, чувак. В каком свете ты их покажешь, так их и будут воспринимать зрители. Так что помни, от тебя зависит их жизнь. С рекламой так же. Действуй с умом. Ну, поехали. Удачи. Будет время, я звякну. Да, да, милая, иду. Я тут уродец. А я бы не стала его покупать. Дженет сказала, у них он перегрелся. Это та Дженет, которая верит, что собак спит тайный язык? Да, которая боится луны. Внимание, 10 секунд. Тогда она не самый лучший советчик. Если взорваться, я ни при чем. 5, 4, 3. Добрый вечер, с вами Джереми Дональдсен. Сегодня в новостях. Направление неизвестно. Подошла к концу первая неделя прогресса у власти. И нас интересует, кто же там главный. Сегодня мы обсудим будущее с ведущим экономистом и радикальным свободным мыслителем. Закон о капитале сулит повышение уровня жизни большинству граждан. И мы с моими гостями обсудим. Неужели это дорога к новому. А, ну ты типа так, преподнесешь, так и будет, да? Риммингтон Свист назначила Софию Риммингтон исполнительным директором. На следующем фото из нашего архива. Вы видите эту юную и влиятельную активист, уставшую, в возрасте 23 лет. Самой молодой женщиной на таком посту в истории. София Риммингтон всегда была особенной. Она была лучшей на потоке и с отличием закончила университет, в который ее сразу же пригласили преподавать. Рынок позитивно отреагировал на назначение Софии. Акции выросли до 30 пунктов. На первой пресс-конференции, сегодня днем, София объявила выпуск игрушки мистер Обнимашка. София уверяет, что продукт произведет фурор к Рождеству. Но уже есть мнение о небезопасности игрушки. Сенсация века. Отважные ученые, доктор Дэвид Вонт и морской биолог Ингрид Свордборген-Хоргенсворд сегодня отправились на изучение дыры данных. Недавно открытая пещерная система считалась до этого недоступной. Но благодаря новым исследованиям в области фарговых технологий, пара надеется достичь огромной центральной пещеры и обнаружить внутри новые виды растений. И это лишь одна недавняя вылазка из целого ряда успешных экспедиций этой необычной команды. В совместном заявлении о возможных опасностях ученые сообщили, нам предстоит преодолеть многие препятствия вместе, как и всегда. Настоящий игрок. Слухи множатся после того, как спортсмен Джон Гердси Что-то прикольно, прикольно, что-то. Модного столичного заведения. Там болер, что-то не сбил. Полученный им на прошлой неделе. О чем мы уже сообщали вам ранее. Его застали в компании светской львицы и художницы Тиффани Лямор. Чей перформанс, стальная охватка моей прихватки будоражит общественность уже какое-то время. Значит ли это, что у звезд назревает роман? А если выбрать чем? Какое непонятно. С новым радикальным подходом прогресса к преступности стоит ли нам беспокоиться? В прямом эфире я пообщаюсь с людьми, которые не понаслышке знакомы, с системой правосудия. Все больше людей заявляет, что им страшно выходить на улицу вечером. Может быть, прогрессу пришло время действования? Все это и Меган Вулл с группой молодых актеров, которые на себе испытали положительный эффект нового закона о капитале. Мы посмотрим их выступления позже. Не пропустите сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто понял, что если мы продолжим так себя вести, то уничтожим и себя, и планету в этой дикой оргии потребления. Простите уж за металл... Да, оргии — это подходящее слово. Только устроим ее не мы, а наши владыки на наших же горбах. Я писал об этом в Валан Джеймс... Хоть что-то надо просто в этот момент нажимать, то он что-то говорит. Война, которой мир еще не видел. Я говорю о миллионах смертей. Я говорю о новейшем оружии, которое сметает города. Я говорю... Об очередной теории заговора? Смейтесь сколько угодно, Джереми. Но когда убьют вашу родню, отравят еду, начнут промывать вам мозги, посмотрим, кому будет смешно. Это отличный способ продвижения книг, Алла. Но вы прекрасно знаете, что тут демократии так не бывает. Демократия мертва. Да, прогресс радикален, а перемены всегда хугают. Но правда в том, что закон о капитале сделало более 90% населения богаче. И в скором времени он целиком и полностью уехал вопрос нищеты. Херня! Джереми, эта юная леди не понимает, что люди у власти всегда одни и те же. Теперь они иначе называются. Но это просто уловка для нас, чтобы отвлечь от нового тирана. Вы ошибаетесь, Аллан. Подумайте, сколько молодежи они привлекли. Хочу, если что-то непонятно, включай сразу второй экран. Это общий. Даже он зелененький мне показан, он что-то делает. Что желательно, что включается. Думаю, закон о капитале – это только начало. Прогресс добился невиданного в истории профицита. Должным образом финансирует госслужбы. Выливает, выделяет рекордные суммы на подъем уровня культуры и знания. Или, как я это называю в книге, на культ расширенного сознания. Типа на наркотики, ясно? Давайте вернемся к нашей проблеме, Аллан. Это и есть проблема. Все же из-за воды. В ней химикаты. Они отравляют воду с током внушения. Сомните меня правильно. Я не против перемен, но только если они разумны. Если прогресс потеряет власть, потратив половину ВВП, чтобы разрушить инфраструктуру, это будет катастрофой. Катастрофа в том, что у них получает. Они хотели, чтобы мы сидели и обсуждали это. Наше время подходит к концу. Аллан, вкратце, каким вы видите будущее? Все плохо, и все мы рабы в безднеанальной оккупации. Ну еще бы. Петти? Мы на заре новой великой эпохи. Перемены необходимы, но с осторожностью. Нужно идти вперед, но без иллюзий. Две совершенно разные картины будущего. Аллан Джеймс, Петти Брайтни. Спасибо, что пришли. И далее мы обсудим закон и порядок, а Мэган пообщается с теми, чьи жизнь улучшил новый закон. Не пропустите сегодня в наших вечерних новостях. Минута до вечера. А ведь они не так уж и плохи. Очень надеюсь, Джеймс. Сколько они тебе заплатили? Ой, заткнись ты уже, блядь, Аллан. Я столько херни за всю свою жизнь не слышала. И еще посмотрим, кто несет херню. Аллан, я могу все тебе объяснить, но вот понять за тебя никак. Новейший человек с человеческим голосом не даст заскучать. Вообще не понял, она о чем? Здорово! Господи! Как же меня накрыло! Как успехи, а? Хотя настрать, я ненавижу новости. Оу, но я обошел эту песню. Ладно, все, давай, на связи. Говорю же, сделаю, что смогу. Не сделаешь, но она хороша, сам знаешь. Замолву словечкой, да все, что я могу. Внимание, 10 секунд. Крошку Джиги Борг, все через новости культуры. И еще раз услышу, прибью. И 5, 4, 3. И снова здравствуй. А сейчас мы детально рассмотрим, как поддерживается закон и порядок в нашей стране. Прогресс уже поручил так называемой команде решений. Сделать это направление наиболее приоритетным. Сегодня в нашей рубрике мы пообщаемся с людьми, каждый день жизни которых связан с системой уголовного правосудия. Первый наш гость Грегори Джадж, юрист, которому все эти проблемы знакомы не понаслышке. Меня слышно, Грегори? Отлично слышно, Джереми. Спасибо, что позвал. Как там на передовой сурового лица холодные руки правосудия? Ну, Джереми, думаю, вы сами понимаете. Нам очень не хватает сотрудников. Мы работаем буквально не покладая рук, а количество папок с делами все растет. Что наверняка сказывается на качестве работы. О, да мы едва справляемся, Джереми. Но дело в том, что такие проблемы должны решаться наиболее системы. Нам нужна поддержка... Прямой эфир. Мы... Что ты делаешь? Нам необходимо изменение структуры целиком, Джереми. Не лучшее время. Как и всегда. Я еду к маме. Нет, подожди, немного. Это проблема не частный случай, Джереми, а государственный. Да, подожди, дай пять минут. Тут Джереми Доннерсен. Ой, расскажи ему о своей измене. Да не было... Что ж, изменения в системе правосудия. Об этом нужно подумать в первую очередь. Привет, мистер Доннерсен. Приветствую, миссис Джереми. Нам нужны... Нет, мне не всегда. ...необходимы законы, чтобы снять нагрузку с бюджетных учреждений и... Извините, что прерываем... Того, чем завалены юристы. Грегори Джадж. Спасибо, что были с нами. Наш следующий гость, главный констебль Боб Пил. Да блядский рот, Хелен. Ну ладно, твоя сестра, но от тебя я такого не ожидал. Да когда ты уже поймешь, что я не она, Грег? О, поверь, когда я достаточно трезвый, я это прекрасно понимаю. И не боясь, что на вас выйдет бандит, вытаскивающий дубинку или нож. Джереми пока зеленый, это нормально, так что у нас есть запасы. Ну это очень сложный вопрос, Джереми. Но думаю, виной всему моральное разложение. Мы лишились культуры и забыли, каково это, быть гражданами нашей великой страны. Да и на воскресной проповеди священник отметил, что не стоило отменять повешение. Но что же привело к этому моральному разложению? Жигане, геи и иностранцу, конечно. Это из Библии. В Либитии есть место, где... Один момент. А, Либития опять выбрался. Дэми, ты не могла бы мне помочь, дорогая? Ты не могла бы мне помочь, дорогая? Как я уже сказал, Иисус ведь не любил иммигранта. Не так ли? Давайте уточним. Вы думаете, что это именно иммигранты ответственны за моральное разложение? Разумеется, Джереми. Полезай в ящик, Клайв, лезь в ящик. Дэлия, мне очень нужна твоя помощь. О, прости, милый, я стерилизовала барсакол. Да, да, я тут с Джереми Дональдсоном. Клайва, забери, пожалуйста. Клайв, ты же знаешь, сегодня стреляк. Давай, давай, иди на стреляк. Давай, давай, иди на стреляк, ты должен его не дать. Пожой тут, пожой тут. Ну, это точно не достойные. Порядочные белые люди. Дорогой, а где замок? Две секунды, пожалуйста. О, Клайв, ты же знаешь, плохой, плохой мальчик. Клайв, опять как в прошлый раз. Доже, опять же, мамочка сказала тебе залезть обратно. Нет, у нас я играли в таллиме моральное разложение. Преступник должен быть наказан. И никак иначе. Ну, у всех есть темное прошлое, но мы же не будем вести себя как варвары, верно? Если моя дочь Эрис получит 0,5 с минусом, устроит она резню. Нет, она выведет свои таблетки и сядет под лестницу, как нормальный ребенок. Спасибо, Боб. Боб пил. Сегодня раскрыл позицию полиции относительно морали. И, наконец, сегодня... Я говорил с Мэлори из бридж-клуба. Живо, ты же не хочешь, чтобы тебя еще раз доказали? А она сказала, что зал свободен в воскресенье. О, чудесно. А я поставила твою маму к врачу. А, серьезно? Да, а ты как? Живот уже не болит. Дать комментарий. Кстати, сегодня рождение. Поздравляем вас, Тони. Спасибо, Джесс. Зови меня Тони Сиська-Дрочь. Меня так все зовут. Нет, я не буду этого делать. Расскажите лучше о жизни в тюрьме, Тони. Тони Сиська-Дрочь. Уэй! Ха. Да как повезет. Сэл мне плохо, но... Приходится вечно бороться со всякой формализацией. Сам понимаешь. Сэл мне вражение Тони. Сэл мне вражение Тони. Сэл мне вражение Тони. Кажется, вы там не один, Тони. Сиська-Дрочь. Уэй! Да, извини, друзья устроили мне сюрприз. Хорошие ребята. Ясно. Что ж, постараемся не задерживать вас слишком надолго. Позвольте спросить, как вы считаете, пребывание в тюрьме заставило вас исправиться, Тони? Тони, Сиська-Дрочь. Все не так уж просто, Джесс. Такая постановка вопросов слишком все упрощает. Кажется, у вас там довольно весело, Тони, но... Давайте сосредоточимся. Выйдя из тюрьмы, вы смогли устроиться на работу. О, все пацаны на месте. Вот большой Крис, мелкий Крис и Крис-кровосос. Вот этот вот, да? Секунду, милая. Тони, Сиська-Дрочь, новостях. Исправление при нашей системе маловероятно, Джесс. Она просто под это не заточена. Она имманентно несправедлива. Заходите! Итак, чувствуете ли вы, что... Прошу прощения, но кто там еще? Да ладно. Трехъяйцевый Крис и пригласил мистера Анал Карнавал. Сиська-Дрочь, сиська-Дрочь, сиська-Дрочь. А сейчас пора. Пойдем в новостях. Кажется... Кажется, сейчас неподходящее время. Ужди нас, дорогая. А, не слышу, брат, тут много народу. А, не слышу, брат, тут много народу. Да, мы... Кажется, теряем сигнал, Тони. Нет, да ну нахер, брат, пари, что-то. Мы пытаемся вернуть сигнал обратно. Я думаю, мы... Да, Тони? Тони, связь проживалась буквально на 2 секунды. Как это произошло, Тони? Не слышно? Что ж, кажется, мы упустили нить разговора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Собей! Э, дружище, время не в обрез, а я с тмени стильку. Что если блоки, будет шутка музыки? Если смонтируешь видео так, то это будет видно на миксере. Зрители такое любят. Не парься, если не выйдет, тебя не накажут, то ты попытайся. Будет круто. И ещё, как пошла музыка, гаси звук трансляции. Всё, наслаждайся. Люблю музыку. А, я в ноль. Всё, бля, пойди что ли, поплевать. Ладно, я справлюсь. Уверена, он уже идёт. Это просто вступление. У меня получится, не подведи. Внимание, все 10 секунд. Крупно на Меган. Камера 2. Через 5, 4, 3. Бобрый вечер. Я Меган Уолф. Сегодня в новостях культуры наши гости. Поразительные молодые люди из колледжа Скричфорд. Одни из первых, испытавшие положительное влияние закона о капитале. Прогресс. Прогресс. Грант на показах пьесы. Эй, дружба. В наших местных средних школах. Добро пожаловать. Начнём с вас. Гарриет и Шарлотта Уин Стэнли Дэш Хэмилтон. Вы должны быть в восторге. О да, Меган. В голове не укладывается. Полагаю, вы двое сёстры, верно? Да, Шарлотта, моя старшая сёстры. Я старшая и более популярная. Шутка. Гарриет и Трей были теми, кто придумал всю эту идею. Да, Гарри и я болели дурака в столовой. И тут я говорю, хэй, может сделать что-то стоящее? Я пошла к преподавательнице театра. Но бюджет урезали и её уволили. К счастью, студентам я ставил пантомиму. Так что я на этом буквально собаку съел. Да, но вы же учитель математики, верно? Да, это так. Джефф Алгебра, учитель математики. Математика – это очень важно. Спасибо, Стив. Математика – это важно. Так же, как и театр. Это одна из древнейших форм искусства. Я считаю, что тур по всем этим проблемным школам позволит бедным детишкам подумать, хэй, я хочу быть, как эти молодые красавцы. И это очень важное и достойное дело. Мы трогаем наших зрителей, а они трогают. На. Понимаете, с такой фамилией, как Алгебра, было нетрудно решить, с кем работать. Моя жена Анжела и я… Мы часто смеемся вот этим. Анжела Алгебра? Да. Мы просто хотим дарить частички счастья и музыки всем вокруг. И рассказать о действительно проблемных вопросах. В пьесе мы поднимаем очень важные темы. Значит, сегодня вы покажете нам фрагмент из неё, верно? Да. Именно. Если кратко, я играю девятиклассницу, у которой проблемы в школе. Кстати, это персонаж без имени, да? Потому что все мы немного, как она. Это типа метафора. Может, она это зрители, или может, она это вы, Меган? Математика – это важно. Спасибо, Стив. Вас понял. Да, спасибо, Стив. Ладно, я пообщаюсь с вашим учителем, пока вы готовитесь. Прямо не терпится. Да, вам туда. Итак, Джефф, когда вы узнали об этом гранде? Два дня назад. В нашу школу пришло письмо от Прогресса. И сначала директор подумал, что всё это розыгрык. Но потом секретарь достал письмо из мазарки и принёс мне. Ого, и что вы сделали? Я его тоже сразу выбросил. Но потом Гарри и Тетре его вытащили, позвонили по телефону, который был там указан. И вот мы уже едем в тур. Ого, кажется, теперь понятно, за кого вы будете голосовать. Ну, знаете, это забавно, ведь мы с Анжелой не ходим на выборы. Мы не любим вникать в политику. Я математик, знаете ли? Она в основном паралитик. Но раньше мы постоянно смотрели шоу Питера Клемента «Сделай сам». И тут подумали, а почему бы и нет? Эта демократия интересная штука. Ясно. И вот мы здесь. Здорово. Просто охерительно. Что ж, давайте посмотрим фрагмент пьесы «Эй, дружба». Дружба. Дорогой дневник. Еще один день в этой школе. День полный слез. Слез. День полный страха. Страха. Хожу по коридорам одна. Одна. В ужасе от того, что может поджидать за углом. Что за углом? Что за углом? Что за углом? Привет, Гарри. О, боги, нет. Это Гарри Кулак. Гарри Кулак. Торопишься куда-то, салага? Отлично. Я все утро искал кого-то, над кем можно поиздеваться. Но поможет ли это отогнать мысли о моем жестоком отце? Жестоком отце. Извини, я опаздываю на математику. Это мой любимый предмет. И очень важный. Цифры для лохов. Что? Цифры для лохов. Рука застряла. Продолжай, хер ли ты стоишь. Ладно. Цифры для лохов. Гони свои деньги на обед. Я поем сегодня дважды. Ну почему же... Сейчас только когда ем. Мне сегодня Гарри Кулак. В смысле не сегодня? Ты кто... О, рука пролезла. Супер, дальше. А, да. Ты кто такая, чтобы перечить мне? Я Гарри Кулак. А ты всего лишь одинокая малявка, у которой два папы-гея. Жалкое зрелище. А тут ты не прав, Гарри Кулак. У меня есть два новых друга. Ванесса, капитан команды по нитболу. Да. А у Блейка есть мотоцикл. Да. Но, но, я не смогу драться с вами тремя. И у меня совсем нет друзей. Ужас. На меня вгляни, посмотри мне в глаза. Я это ты. Я сам решил, что плохой. Постой-ка, думай головой. А ну слушай сюда. Да ты не ослеп. Девчонки средних классов читают рэп. Ты думаешь, сейчас я ее уязвлю? Но я крутая бунтарка и математику люблю. Меня называют Гарри Кулаком. Люди считают меня тупым слабаком. Но они бы считали иначе, если бы знали, как я стал Гарри Кулаком. Пользоваться все-таки не понял. Я вырос в муниципальном жилье. И как вы догадались, у нас не было портье. Мой отец приходил домой поздно и часто был бухой. И поднимал на маму руку, если ужин был плохой. Где мой ужин, женщина? Он не готов. Где мой ужин, женщина? Не заставляй повторять. Бить женщин плохо. Жизнь в общаге, полный отстой. Жизнь в общаге, полный отстой. Жизнь можно круто прожить, если команда это мы. Работай командой. Ты сам решил, что плохой. Я сам решил. Постой-ка, думай головой. Послушай голоси со свой. Дружба! Такие не падают, я думаю, поделать. Что ж, к счастью, этот выпуск сегодняшних печальных новостей подошел к концу. Присоединяйтесь к нам завтра, чтобы узнать самые свежие новости. С вами был Джереми Дональдс. Хорошего вам вечера. И снято. И снято. Что это была за херня? А думается, это искусство. Мне думается, что я, конечно, член. Но это не так. Я тоже самое думаю, попросую зарплату. Дружба! Уберегите уже этих мудаков из моей стоги! Так, эфир завершен. Должить. Ну ладно, сохраните и уйти. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...